Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приёмники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете и листаете вместе с нами научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Меня зовут Игорь Ружейник. С большим удовольствием представляю гостей нашей студии, авторов сегодняшней страницы. В студии радиостанции «Маяк» кинодокументалист, режиссёр, сценарист Дмитрий Завельгельский. Здравствуйте. Вспомнил о том, что надо поздороваться. Понимаете, мы запросто с Дмитрием, поскольку знаем уже друг друга давно. И с большим удовольствием представляю создателя, руководителя культурно-просветительского центра «Архе» Алексей Севухин. Алексей, привет. Добрый день. К вопросу о «Архе», о «Маяке» и о том, что это такое, я разговаривал позавчера, говорю со своей коллегой. Мы с ней обсуждаем анонсы наших программ на ближайшие 3-4 дня. Говорит, а кто? Говорит, Игорь, у тебя будет, у вас будет. Я говорю, ну вот «Архе» я знаю. Да нет, такой «Архе» это, конечно, я знаю. Так что, дорогие друзья, если вдруг вы не знаете, что такое «Архе» после нашей программы, пожалуйста, зайдите, зайдите в интернет, найдите. Но прежде чем о нашей беседе, а беседа носит такое название «Короткий формат просвещения», и Алексей Севухин уже не первый раз у нас в гостях, все-таки для тех, кто впервые настроил свои приемники на «Маяк». «Архе», что это такое? А можно я сначала скажу? Да, Дмитрий, конечно. Потому что Алексею будет как-то неловко это говорить. Давай тогда. Я скажу, что это самый лучший научно-популярный лекторий у нас в стране. Как минимум, да? Да, да. Ну, а дальше уже Алексей расскажет, как бы, как он его сделал. И потом, это единственный лекторий, который, ну, работает как бы на самоокупаемости. И содержит и себя, и дает возможность как-то немножко поддержать... Популяризацию науки, да. Самим популяризатором. Ну, то есть, и как-то вот они существуют уже, насколько я знаю, 6 лет. Это срок, 5 осеней будет. Ну, 5 – это тоже срок. Это хорошая статья так. В общем, это лучший научно-популярный лекторий, а дальше уже Леша может рассказать. Итак, об истории, о том, чем занимаетесь. Лучше, не лучше, это не нам судить. Вот, спасибо за такую лестную оценку. Это не только мое мнение. Спасибо. У нас действительно культурно-просветительский центр, который занимается популяризацией науки и культуры. И у нас проходит множество лекций, как разовых, так и курсов лекций, что является некоторой нашей фишкой. Потому что, естественно, научные курсы не проводятся, к сожалению, нигде. Вот. И мы действительно осенью будем праздновать пятилетие. Пожалуй, вот не могу сказать, что по естественно-научным областям знаний у нас ведущие ученые России читают лекции, за что мы им очень благодарны и рады, и порой даже неожиданно, почему они так нам замечательно относятся и нас выбирают. Потому что лучший культурно-просветительский проект, лучший культурно-просветительский лекторий. Но это я сказал, мне это можно. Это вы не скажете, ты не скажешь, Алексей. Это и, если это и так, это происходит как раз благодаря вот такой вот совместной общей работе и организаторов, и лекторов, и слушателей тоже, которые всего этого бедня было. А есть какая-нибудь духоподъемная статистика или это не нужно? В каком плане? Мы провели... Не, вообще, это скучно, конечно, всегда слушать. Мы провели полторы тысячи лекции. А, ну вот кто-то это любит делать, но у нас условно там 20 лекций примерно в неделю происходит. Неделю. И поэтому нам все время лень каждый год считать, вот сколько у нас за год прошло мероприятий. Для тех, кто впервые услышал о Бархе, вот в проброс на каких площадках, ну не обязательно все вспоминать, на каких площадках это происходит, что нужно сделать для того, чтобы попасть на ваши лекции, ну как минимум зайти на сайт, наверное, да? Да, сайт архе.мск.ру, ну и в любом поисковике, центр Архе или просто Архе, там сразу выбросить его, или там статью в Википедии, что такое Архе, древнегреческая первооснова. У нас есть основная площадка в Москве, это здание Института физики технологии информационных систем МПГУ, ПЕТ Ленинский, бывший, где мы проводим большинство наших мероприятий. Но также в Москве мы сотрудничаем, взаимодействуем со многими вузами, с музеями. Так у нас с осенью, осенью будет, надеюсь, уже на постоянной основе совместный проект с высшей школой экономикой, с департаментом психологии. Молодцы. То есть мы сейчас с ними делали совместную... И вы, и они молодцы. Совместную программу, посвященную их магистратуре по нейробиологии, вот, и там как-то это, и мы нам очень понравилось, и мы решили продолжать. Также осенью, скорее всего, стартует совместная лектория с Дарминовским музеем. С языка я вот с языка сорвал, я хотел спросить, у Дарминовского музея, который один из самых открытых музеев в Москве, может быть, самый открытый такой современный. Ну вот у них совершенно шикарные выставки происходят, детские программы и так далее. И вот как раз директор их сетовал, что, а вот лектория у нас вот и нету, а давайте-ка мы вместе его будем делать. Отлично. Вот, и с февраля этого года мы еще открыли филиал в Питере, пока скромненько. Пока у нас там, конечно, не 20 лекций в неделю, а лекций 3-4, но тем не менее. Ну и, конечно, мы уже на протяжении трех, наверное, лет, мы, большинство наших мероприятий, делаем прямые трансляции, поэтому наши лекции доступны на всех обширных территориях нашей страны и не только нашей страны. Вот, кстати, мы сейчас поговорим о видеоформате, собственно говоря, для этого и собрались, но ты меня зацепил идеей, то, что вы сейчас расширяете, у вас такой пока маленький наверняка будет расти филиал в Питере, да, питерский архе. А как это должно происходить? Это, ну, наверное, к вам должны обращаться из наших городов. Я вот недавно был в довольно богатом, но очень маленьком городе, где, это Хантамансийск, он, ну, по сравнению, я не знаю, со многими городами, статысячниками, он, конечно, гораздо богаче по вполне понятным причинам. Там великолепная культурная жизнь, там прекрасные площадки, великолепный концертный зал, они его ласково называют КТЦ, кинотеатральный центр. Вот, там прекрасные музеи есть, с великолепными коллекциями, опять богатый город. Вот, что там не хватает? Я просто смотрел на афиши, у меня было время, благо, там не хватает научных лекторий. Я так понимаю, что это к вам должны обращаться. Ну, как-то за помощью, за... Да, конечно, основное это так, то есть в Питере у нас просто еще годой человек из Москвы переезжал туда жить, и совпало. Ну, да, пожилые, они наоборот как-то из Питера в Москву переезжали. А так, да, конечно, то есть это должен быть какой-то инициативный человек на месте, то есть мы готовы оказать максимальную поддержку и информационную, то есть на своем сайте, и соцсетях, и по поводу того, как это все начать, с чего начать, готовы им привозить там наших лекторов, пока они какую-то местную базу не наберут уже. Вот, и, конечно, ну, и помогать, работать, потому что множество есть замечательных ученых, замечательных преподавателей, но которые дальше своего вуза не выходят. К сожалению. А им есть что сказать. Дорогие друзья, те, кто нас, те, кто принимает решение, те, кто заинтересован, те, кто заинтересован в том, чтобы мы были современные и образованные, может быть, не умные, но хотя бы образованные. А образованные, умные – это следующий этап. Если вы хотите, чтобы Архе пришел в ваш город, ну, свяжитесь. Если лет 10 назад я говорил, ну, не 10, может быть, лет 7 назад, не помню, старенький, все, настало время инфотемента. Просто образовываться мы не хотим, нам скучно, нам нужно что-нибудь вот, что-нибудь короткого формата, чтобы мы образовывались играючи, вот. То сейчас я же не знаю, что нам нужно. Я вижу очень много образовательных, довольно много, не очень, а довольно много образовательных форматов на любой вкус, на любую степень восприятия, на любую подготовку. Вы вышли с так называемым, ну, я это называю коротким форматом. Что это такое? Зачем? Чего от него ждете? Дима, давай, наверное, я расскажу. Да, давай. У нас... Мы в какой-то момент поняли, что вот лекции – это прекрасно, и мы всю эту историю продолжаем. И у нас есть отдельный канал на YouTube, который мы выкладываем наши видеолекции. Но все время хочется чего-то еще, множество разных идей, и которые не укладываются в формат лекционный, вот такой там полтора-два часа. Вот. И наука, новости науки, и вообще все, что происходит в мире, это каждый день куча всего сваливается. И проговорить, и вместить это все там в какую-то лекцию – это бывает невозможно. И поэтому мы решили, что вот необходимо делать еще какой-то отдельный формат действительно коротких видео, может быть, не очень коротких, но где мы будем рассказывать про новости науки, и причем новости науки именно от... которые будут говорить ученые. Не... нечто, что в интернете очень... А вы, журналисты, которые слово синхрофазотрон с утра выговорить не можете. А люди, которые этим занимаются. Потому что сейчас в объеме, в потоке тех новостей, которые сваливаются на человека, очень сложно вычленить что-то важное, и насколько действительно эта новость является новостью. И вообще, а новость ли в этом, о чем мы говорят, или в чем-то другом? Действительно, часто оказывается, да, выходит публикация в каком-нибудь там Science. А товарищи журналисты действительно ее воспринимают несколько иначе. Действительно новости действительно очень важная штука для науки. Понятное, причина, понимаете, журфак это великолепно. А здесь с критическим подходом, да, то есть ученые уже объясняют, а что это есть на самом деле. Новость это не новость, важно это что-то неважное. Что из этого следует? То есть почему это важно? Конечно. И это один из форматов. Другой формат мы видим, как даже у нас в Москве, я не говорю про другие города, существует множество разных интересных проектов на самые разные темы, не только связанные с наукой, с наукой, культурой, с искусством. Но часто эти проекты мало освещены, мало людей о них знает. И вот у нас один из новых таких коротких форматов – это знакомство с этими проектами. Это такой естественный обзор. Вот, сегодня должно как раз на нашем канале появиться видео про музей «Ледниковый период». Я, как все, ну, ты знаешь, журналисты, когда что-то слышат, то, что они о чем не знают, у меня так многозначительно кивает, говорю, а, да, что-то слышал, да. Я впервые слышу об этом, расскажи, пожалуйста. Вот как раз у нас и будет видео небольшое с рассказом, с интервью с директором этого музея. То есть это музей, посвященный мамонтовой фауне. И это частный, небольшой частный музей, который в свое время занимал достаточно большую площадь на ВДНХ, но потом в связи с реконструкцией ВДНХ сказали, что, извините, вы... Ребята, нам надо кататься на коньках. Вот нашли, да, не соответствуете вы нашей концепции. Ну, да, вот. И на фиг это нужно действительно, что мамонты какие-то. И сейчас вот наш институт биологии и химии Педа Ленинского приютил в одном из своих помещений этот музей. Они там размещаются, но, конечно, если там какая-нибудь группа школьников до них раз в месяц дойдет, это уже прекрасно. Потому что не знают. Потому что не знают, да, да. И вот мы как раз одной из целей – познакомить людей с этим проектом. И такого достаточно много. Вот мне недавно рассказывали про... Есть чудесная коллекция велосипедов. Старинных велосипедов, разных велосипедов, которые владелец этой коллекционер. За неимением, зато, что город не предоставляет ему никакой площадки, он хранит от себя на даче в сарае. Он меня был в эфире года три назад, ничего за это время не изменилось. Вот. Да. Ну и такого очень много. Ну и потом, вот мы давно уже знакомы с Димой, и у Димы тоже было много разных идей по этому поводу. И вот у нас сейчас начинается рождаться формат за форматом. Дим, расскажи что-то. Сейчас для тех, кто тоскует по научно-популярному фильму. Причем, опять же, для тех, кто немножко помоложе. Так получилось, что в нашей стране была великолепная, ни на кого не похожая школа научно-популярного кино. Наши радиослушатели постарше, разумеется, вспомнят великолепные фильмы, которые выходили, к примеру, в приложении к очевидному невероятному, именно в приложении. Да и вообще было очень много интересных научно-популярных фильмов. Сейчас, к сожалению, этим занимаются немногие. Дмитрий Завельгельский, опять же, Дмитрий сам этого не скажет, это человек, который уже многие годы занимается популяризацией науки, делает, ну, в том числе, научно-популярные фильмы, которые рассказывают о прорывах в отечественной науке, рассказывает о людях, которые занимаются, вот я сказал отечественной наукой, нет, занимаются наукой, той наукой, которая, в общем, едина. Вот, о наших ученых. Посмотрите, пожалуйста, вот просто вбейте там, Дмитрий Завельгельский, кстати, сайт твой живет? Да, да, живет. Filmdoc.ru Filmdoc.ru, там можно посмотреть. Ну, если вы интересуетесь, как живут, вот чем занимаются, и как живут современные российские ученые, посмотрите, пожалуйста. Ну, не только сайты, кино-клуб у меня живет, сейчас, правда, перерыв. Ну, на лето просто, да. Который работает уже несколько лет, кстати. Один из фильмов, Дмитрий снимался, в том числе и в студии радиостанции «Маяк», это фильм «Возвращение Александра Сергеевича в Россию». Вот, это первая часть трилогии же была, по-моему, да? Да, да. Вторая «Химики». Ну, третья «Химики». Третья «Химики». Посмотрите, вот, почему тебе это, не это интересно, а вот именно короткий формат, который сейчас появился у Архе. Ну, это мы придумали вместе с Алексеем, этот формат короткий, ну, и он вообще как бы существует, независимо от того, что там мы придумываем. Мы придумываем всякие, как бы, внутри этого формата интересные вещи, и мониторим, смотрим, что интересно, что неинтересно. А появился потому, что, ну, я не могу все время снимать кино, ну, просто не всегда как бы есть такая возможность. Конечно, и потом это очень долгий процесс. Да, не всегда есть возможность снимать большое кино, научно-популярное. И в перерывах вот между этим, а также, как в качестве сбора материала, это тоже очень интересно. Вот мы сейчас делаем разного рода, экспериментируем разного рода вот такие вот короткие видео. Вот мы придумали такую историю наука и искусство, то есть где ученые, известные ученые рассказывают о том, как на их научную мысль влияет искусство. И наоборот, то есть деятели искусства рассказывают о том, как научное какое-то знание повлияло на их творчество. То есть потом новости науки, да, вот как Алексей уже сказал. А потом еще такой формат сейчас, научные истории, ученые о своей работе. То есть сами ученые снимают фильмы. Этот проект... Вот об этом поподробнее, это очень интересно. Ну, вообще, все, что вы говорите, поверьте, это не лезет. Это очень интересно. После новостей, новостей спорта. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях кинодокументалист Дмитрий Завельгейский, создатель, руководитель культурно-просветительского центра «Архе» Алексей Севухин. Дорогие друзья, о прекрасном просветительском центре «Архе», научном и культурно-просветительском. Говорим с кинодокументалистом Дмитрием Завельгейским и Алексеем Севухиным, создателем, руководителем «Архе». Прежде чем продолжить наши разговоры, я хочу задать вопрос, зачем это нужно ученым, которые принимают участие в работе «Архе». Я расскажу короткую историю. Сегодня прочитал статью, я зачитался, я ее прочитал в одну сторону, в вторую, в третью, в четвертую. Статья, небольшая такая информационная заметка в, ну, скажем так, довольно уважаемом сетевом издании. Довольно уважаемом. Там, значит, про святого Спиридона. Я забыл, где лежат нетленные мощи святого Спиридона. Там рассказывается про то, что температура святого Спиридона 36,6 градусов. Вот, значит, ему, у него растут волосы, ногти их подстригают, волосы стригут. Ну, это я уже слышал и про нетленного ламу, не ламу, там, буддийского какого-то, монаха, которого нет. Вот. А также ему регулярно меняют одежду, потому что одежда изнашивается, потому что, судя по всему, он выходит из своей раки, ну, это гроб такой церемониальный, выходит из своей раки, ходит по острову, в Греции его происходит. Вот. И время от времени, когда открывают, монахи открывают раку, ключ не вставляется, и рака не открывается. То есть монахи знают, что в этот момент святой Спиридон просто отсутствует, и поэтому не открываются. И одежда, потому что одежда изнашивается. Вот такая вот, я представляю, сколько десятка тысяч людей прочитало эту статью. Все, без комментариев, вот просто без комментариев. Теперь о том, дорогие друзья, зачем нужно это ученым. Я сегодня посмотрел короткий ролик Архе, где всех на канал YouTube, на Архе, приглашает, если не ошибаюсь, поправьте меня, доктор Наук Петров. Вот. Сергей Борисович Попов. 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 Ну, вот. Астрофизик. Астрофизик. То, что астрофизик, я запомнил. Он уже профессор. Уже профессор. Молодой. Да, молодой. Да, вот. Профессор Ран. Цвет, цвет российской науки. Зачем им это нужно? Ну, как зачем? Ну, им как-то вот есть ученые, которые... Это бесподвох. Которые сами в себе, это очень большие, серьезные ученые. А есть, ну, которые просто вот ни на что другое не отвлекаются, кроме науки своей. Вот. А есть такие вот популяризаторы, тоже не менее как бы серьезные ученые, но которые еще испытывают потребность для того, чтобы свою научную деятельность как-то популяризировать. Вот просто это такое... Это миссия. Да, да. Они считают, что это миссия, что это нужно. Вот. И таких популяризаторов у нас, ну, есть достаточно много. И они как бы серьезно этим занимаются. Таких, как Сергей Попов, Дробышевский, вот, Панчин. Ну, как бы их много. Ну, и на самом деле не так уж и много, но они есть. И они вот, помимо своей науки, делают еще популяризацию науки. Понимаете, вот... Причем абсолютно бесплатно, потому что в советское время за это платили. Да, 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 да. Сейчас за это не платили. Это был еще такой серьезный источник дохода. Вы знаете, вот, мы все любим слово патриот, патриотизм. Мы кричим об этом, что мы патриоты. Кто-то кричит, кто-то тихо говорит, но обязательно говорит. Вот это вот здоровый патриотизм. Человек, который занимается наукой, ну, дай бог, если у него есть какие-то гранты, да, ну, негосударственные. 90% российских ученых занимаются наукой 90... Нет, ну, не 90, наверное, 95 с половиной. Вот. Занимаются за бюджетные деньги. И это нормально. Государство вкладывает деньги в науку очень мало. Вот, раз в 10 бы хотелось больше. Он занимается наукой за деньги налогоплательщиков. И он хочет сказать этим налогоплательщикам, очень сухо это звучит, чем он занимается и просветить. Понятное дело, что мы все помним слова Ландау. Ученый – это человек, который за государственный счет удовлетворяет свое любопытство. Но самые лучшие удовлетворяют не только свое любопытство, а предлагают пищу для любопытства гражданам своей страны. Вот это вот есть тот самый здоровый патриотизм. Но часто без... простите, что я так долго говорю. Часто без проводника вот это не получается. Какой проводник может быть? Вот на телеканале приглашают. Расскажите о том, что, как сейчас все. Это крохи. Этого нет. Плюс к этому мы когда говорим, вот наш молодежь, вот ничего не знает, вот мы вот были лучше. Ребят, молодежь телевизор не смотрит. Можете приглашать сколько угодно. Она не смотрит. Ютуб-формат, длин, большой формат, там в размере полного метра лекция. Можно остановить, потом переслушать, потом смотреть. Или короткий формат. Это то, что нужно людям до 30 лет. На кого мы до сих пор продолжаем надеяться. И то, что вы являетесь таким проводником, и это тоже здоровый патриотизм. Вот. Ну да, надо сказать, что основной канал Архе в Ютьюбе, там в основном лекции. И вот идея Леши была сделать такой канал коротких роликов. И мы его назвали Археология Знаний. Вот, Муж Леша, как-то. Почему? Почему назвали? Ну да. Ну и такая игра с археологией. Знания, Археология Знаний, это вот книга Мишеля Фуко. Вот, на самом деле, достаточно такая перекликающаяся немножко с нашими идеями. С идеями, да, класс. А, ну, Архе, потому что Архе. Вот, ну и с одной стороны, даже если не ссылаться на Фукою, то Археология, да, это некоторый поиск чего-то, изучение древнего, как бы, раскрытия некоторых тайн истории. Базиса, базиса, да. А здесь это Археология, Архе и Логос наука, то есть как раз то, что мы о науке и знаниях, потому что, ну, у нас канал научно-популярный. А как вы думаете, а кто, все тут интересно, вы же, ну, понятное дело, вы люди серьезные, вы проводите исследования. А вот можно как-то по возрасту определить, кто смотрит? Ну, конечно, Ютьюб дают статистику. И вот я и спрашиваю. Ну, я, правда, не знаю, насколько она четкая, но там по полу дает статистику. По полу больше женщины смотрят. Нет, вот наш канал я смотрел в последний раз больше мужчин. Серьезно? Удивительно. Потом по возрасту, потом по географии, то есть это все можно смотреть. Ну, по возрасту что там происходит, Алексей, примерно? Ну, это надо смотреть. Ну, примерно хотя бы. На Ютьюбе я не смотрел, а вот статистика, если наших там трансляций, и вот кто вживую, приходят люди, это послески денческая молодежь. То есть это как раз люди, закончившие какое-то основное свое образование, а при этом которые хотят дальше развиваться, у которых есть эта возможность, которые всю жизнь мечтали заниматься биологией, но поступили на экономический, а теперь хотят вернуться, потому что их интересовало. Или вообще, то есть у нас сейчас, и мы в этом видим такие вот маленькие плюсики вот себе в карму, то есть действительно люди, которые обладают какой-то уже своей одной там высшей степенью, высшим образованием, они благодаря курсам хоп, и поступают на биологический факультет МГУ, на второе образование. То есть вот настолько зацепляет, настолько это вот, что они действительно идут. Удивительно. Скажите, пожалуйста, основная, ну, опять же, не то что статистики, все-таки основная направленность лекции, это, ну, то есть, естественно, естественно, научное знание, да? Ну, что это? Это физика, химия? Ну, не только естественно-научное. Мы пытаемся не делать крен, пытаемся, на самом деле, немножко получается. Вот что получается, что не получается. То есть мы хотим развивать и гуманитарные направления, гуманитарные науки, но действительно у нас больше крен сейчас естественно-научное, и мы видим, что аудитория, по крайней мере, ту, которую зацепили, охватили мы, она интересуется больше естественно-научной картиной мира. А я скажу, почему. Потому что в истории так все разбираются. Все великолепно разбираются в истории. В чем еще? В философии прекрасно разбираются. Это шутка была. А вы, вот что касается гуманитарных наук, вы все-таки в это так полезете серьезно? Потому что вот в этом большая конкуренция в интернете. Довольно большая. С одной стороны, да. И вот, например, если мы делаем курсы по естественно-научным дисциплинам, я не вижу нигде, что проводили курсов гуманитарных, да, гуманитарных курсов достаточно много. В Москве, не в Москве. Но нам кажется важным, чтобы это было и было хотя бы приближено к равной степени с естественно-научными в нашем центре. Потому что для современного, как мы считаем, что для современного культурного человека для него важно иметь представление. То есть это все. Это общая картина мира. Это общая картина мира и естественно-научная, и гуманитарная. Если человек только отдает предпочтение только науке и закрывает глаза на всю культуру, о том, что все это так, это неинтересно, зачем читать художественную литературу, вот я лучше там научные статьи почитаю. Нет, даже не научные. Лучше почитаю книжку какого-нибудь коучера «Как стать начальником за пять лет» и заработать там миллион за год. И вот человек, получается, себя обделяет так несколько. То есть мир, он намного более обширный, и мы пусть, если одну половинку отделяем, ну уже как-то обидно. Идею хотите дарю? Вы, кстати, меня можете поправить, поскольку вы в этом плаваете гораздо лучше в деле популяризации науки. Во всяком случае, в интернете почти нет лекций, в интернете живьем может и есть, но тоже я не уверен, лекций по истории науки. Именно по истории науки. Вот, а это безумно интересно, и специалистов не так много. Я вот, мы время от времени приглашаем великолепного историка науки Дмитрия Балалыкина. Он рассказывает об истории медицины. Это детектив. Это просто детектив. Как это все было? И к чему это пришло? И почему это... И ты получаешь ответы, почему вот это есть в медицине, а вот этого нет. Потому что корень надо искать там 200-300 лет назад и так далее. Я помню, он вместе со своими коллегами издал прекрасный труд «По Галену». Вот. Это прекраснейшая работа, многотомная. Я узнал, что, оказывается, идеи Галена преподаются до сих пор. Прошло несколько сотен лет. Для меня это было открытие. Вот по истории науки лекций практически нет. Вот. Никто, допустим, особенно не интересуется, как развивалась история физики за последние два года. То есть все знают о прорывах, которые произошли в 20 веке. А как к этому подходили весь 19-й... Ну, никто, я имею в виду, люди, которые просто интересуются этим. Потому что последний раз, когда мы интересуемся историей науки, это в школе. Там вот об этом чуть-чуть рассказывают. Но ты этого не запоминаешь. Потому что школа, у нее задача такая – отбить охоту к знаниям. И, в общем, получается великолепно, я считаю. А вы вот ликвидируете эти пробелы. Так что идею дарю. Займитесь. Спасибо. Если интересно, конечно. Нет, это история науки очень интересная, и мы об этом думали. У нас были разовые только лекции, пока вот совсем недавно была лекция Алексея Левина. Столетний юбилей великотеоремы, который основой такой теоретической физики является. Но он, к сожалению, живет за рубежом, только очень редко и в возрасте, очень редко у нас бывает. А в Питере есть замечательный Игорь Дмитриев. У нас читал лекцию про Менделеева. Вообще у него фундаментальный труд вышел про Галилея. Из этой лекции узнали, наконец, что Менделеев и Водко – это, ребята, занекдоты все, не более того. Дорогие друзья, я каждый день езжу на работу, как я это называю, на провозе, на электричке. Каждый день. От Кунцевской до Белорусской. И каждый день по электричке ходят карабейники, афени, ходят хорошие, плохие музыканты. Вот. Кто-то что-то покупает у них, кто-то дает деньги музыкантам. Причем, если хороший музыкант, я тоже даю иногда. Талант не должен голодать. Каждый день. Вот. А, сегодня я на метро ехал. Каждый день по электричке ходят мошенники. Это мальчики и девочки. Как правило, это мальчики небритые, пророщенные, небритые, дурнопахнущие, потому что они не моются. В каких-то зеленых таких, этих самых, жилетках. Они ходят с ящиками, на которых смайлик. Они собирают деньги в помощь детям. Больным, увечным, умирающим, все такое прочее. Это мошенники. Ни один фонд в Москве так не работает. То есть, это вот люди, которые... Понятное дело, что у них есть разводящие, у них... Вот они заходят. Мы собираем... Я, значит, рукой сразу помошел. Все, иди отсюда, пока я тебе пору уже не свистну. То есть, они играют на самом святом. Люди дают. Люди... Да, это происходит каждый день. Каждый день. Разумеется, правоохранительным органам абсолютно пофигу. Да и людям-то пофигу абсолютно, куда идут эти деньги. Все, я положил. Это как нищему на паперти. Дайте я, значит, все. Вроде как я в этом участвую. Есть такая вещь, которая называется краудфандинг. Я вообще эту идею поддерживаю. Если ты хочешь чего-то, поучаствуй как волонтер. То есть, ну, то, что тебе не дается бесплатно. Поучаствуй как волонтер. Заплати денег заработанных. И если ты хочешь, чтобы твои дети, в общем-то, они вот не мошенничеством в электричках занимались, а занимались каким-то серьезным делом, задумайся об их образовании. Об их и о своем образовании. И о самообразовании. Это я к чему все введу. Вы приехали на Мерседес, я так понимаю, сюда. Вы все в золоте, да? Вот, в бриллиантах. Ваш проект, единственный проект, который живет без спонсорства, без целевого финансирования. Вот, государственных или коммерческих структур. Вы, понятное дело, должны обращаться к услугам краудфандинговых платформ. Вот давайте-ка вы обратитесь с помощью радиостанции «Маяк». Поскольку это не коммерческая реклама, это вот я поддерживаю всячески. Ну, на планете сейчас мы запустили краудфандинг нашего канала «Археология знаний». И уже люди отзываются. Там есть интересные лоты, книжки. Можно в титрисе, можно стать заказчиком ролика. Можно инициировать. Это тоже такой интерактив. То есть, мы пытаемся зрителей вовлечь как бы в производство этих роликов. В создание. Да, да, да. В создание этих роликов. Помимо книжек, всяких сувениров, вот там есть лоты, можно задать ученому вопрос. Ух ты, классно. Вот, и он ответил. Можно как бы профинансировать какую-нибудь научную новость. Или рассказ об искусстве, или о науке. Либо такой фильм, который снимают сами ученые о себе. Ну, при помощи документалистов, профессионалов. Потому что был такой интересный формат РФФИ. Вот когда ученые сами о своей деятельности снимали такие короткие, 10-минутные фильмы. Но потом они закрыли этот грант. Получилось несколько интересных... Это грантовая история была, да? Да, да. Но сейчас ее нет. И вот мы хотим ее тоже возродить. Но на это нужны деньги. Да, потому что услуги, как бы... Ну, ученые это могут и за бесплатное это делать, но все равно это производство... Нет, документалист тоже может это делать бесплатно. Но через два дня, через два дня он обессилит. Ну, это да. Через пять дней он попадет в болезнь, потому что есть надо. Ну, да. Это как у музыкантов советских, когда в ВИО спрашивали. Ну, вот вы поете, играете, а работаете-то вы где? А работаете вы где? Да. Ну, вы кино снимаете, а работаете вы где? Это есть моя работа, наша работа повседневная. А не увлечение, да? А не отхожий промысел. Совершенно справедливо. Дорогие друзья, значит, а как вас на планете найти? Кто помнит из вас? Как на планете вас найти? Это название нашего канала «Археология знаний». Или «Археа». Рубль, сто рублей, тысяча рублей. Просто участие, покупка какого-то лота. Это не для того, чтобы... Вы прекрасно понимаете, дорогие друзья, что у создателей, у тех, кто работает в этом чудесном проекте, завелись лишние деньги на поездку, я не знаю, там, по святому Спиридону. Ну, на самом деле, на пляже покупаться. Это для того, чтобы мы знали о мире больше, о многогранном. Это для того, чтобы ваши дети знали о мире больше. Еще раз я возвращаюсь вот к этой страшной истории, которую я наблюдаю каждый день. Я просто каждый день работаю и каждый день езжу на электричке. Они там, они без выходных. Когда вы даете вот эти деньги вот этим людям, мошенникам, вообще сволочам просто, то, что на святом играют, вы им дарите. А здесь вы эти деньги, как это ни странно звучит, я говорю, пусть это будет рубль. Вы вкладываете это в себя, вкладываете в будущее, в будущее своих детей. Так что наш, если можно, какие-нибудь, если можно, конечно, все есть на сайте Архе, но все-таки пару анонсов ближайшего, самого интересного. Мы-то про Ледниковый период услышали, про музей Ледникового периода. Вот сегодня вечером выйдет как раз о нем небольшой фильм. Вот. А так у нас планов довольно много. То есть мы хотим очень делать репортажи из научных лабораторий. И здесь вот как раз уже потребуется участие анимации достаточно большое, потому что мы не будем сидеть. То есть можно, конечно, какое-то время снимать ученого, сидящего в кресле, но все-таки те вещи, которые он делает, нужно как-то демонстрировать, нужно как-то показывать. Конечно. А это уже инструменты анимации. А это тоже отдельный человек, которым этим занимается. У нас есть прекрасная девушка Олга. Которая тоже должна есть. Факт. Это удивительная вещь. Вы знаете, популяризаторы науки тоже должны есть. Ой, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я надеюсь, что и мы вас без своего внимания не оставим. И вы нас. Спасибо вам огромное. Дмитрий Завигельский, Алексей Севухин были у нас в гостях. Спасибо.